здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а с нами на связи эксперт из украины николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил здравствуйте а сегодняшней ситуации мы еще поговорим но хочу вам сначала задать вот какой вопрос который очень широко обсуждается в украинских и в мировых тоже сми речь о поставках вооружений в основном из сша и из европы для украины последние дни широко обсуждалось какие именно поставки будут будут поставить ли у запад украине именно те вооружения которые просит украина и в первую очередь шла речь шла об установках залпового огня которые ждали от американцев сначала выражала сомнения что они вообще будут потом американцы вроде бы говорили что нет них они их поставлять не будут но потом все-таки стало известно что байден подписал распоряжение об их поставках но со значительными оговорками и вот эти оговорки выдаются в разных изданиях по-разному в том числе бытует такая формула что эти поставки оговорены запретом обстреливать россию звучит очень странно во первых для юридического документа как который наверное все таки руководствуются обе стороны а во вторых что подразумевается под россией что подразумевается под границами украины какого года границы сегодня донецкая область это чья территория и так далее в юридическом понимании этого слова что имеется ввиду под а не обстреливать россию есть какая-то понятность вообще в этих об этих договоренностях и требованиях американцев ну полной ясности тут нету а что касается россии то вполне очевидно что имеется ввиду классическая территория россии по состоянию на 91 год например там недалеко от границы находится ростов и не особенно далеко находится курск вот нам как бы говорят что по ростову жил и стрелять нежелательно хотя украина имеет моральное право обстреливать и российскую территорию поскольку россия вторглась на нашу но все таки в войне с ядерным откровенно говоря государством наши западные партнеры ждут от нас некой осторожности вот есть известный биологический факт что если ну садистки может быть немного но уже время такое что если лягушку кинуть в кипяток она из этого кипятка выпрыгнет а если ее кинуть в холодную водичку комфортную и потихонечку ее нагревать то мы можем сварить таким образом лягушку она будет чувствовать себя комфортно и выпрыгнуть не успеет нам как бы вот запад говорит что хорошо вы сварить эту его лягушку но поскольку у лягушки ядерное оружие то вы давайте ее так медленно подогреете чтобы она не начала прыгать размахивать разными видами смертоносного не только для украины оружие и как бы вот да но здесь есть извините я вас перебью конкретная проблема насколько я понимаю главное беспокойство американцев является я вы судя по публикациям сми американских является следующим вот будет ли применять украина это оружие для обстрела допустим так называемых самопровозглашенных республик донецкой и луганской которых россия признала вот обстрел их этим оружием будет считаться нападением на россию или нет я политически уверен что нет потому что мир не признал донецкой угас российской территории то есть эта территория временно оккупированная которую украина должна освобождать и в принципе обстрелы в рамках тех боев которые есть сейчас происходят на донбассе то в том числе николай тот же вопрос возникает хорошо с донецком и луганском более-менее понятно там как бы щепетильность ситуации очевидно а с крымом как ну вот насколько я знаю по состоянию на сегодняшний день крым мы не обстреливаем то есть потому что до крыма еще для того чтобы его отвоевывать до него еще нужно добраться еще нужно разобраться с херсонской областью из херсон поэтому на сегодняшний день просто стрелять по крыму лишь бы стрелять но очевидно такое решение никто не примет то есть это будет актуально после успехов херсонской области и в самом херсоне то есть крым ну вы наверное правомерно поставили вопрос с ним отдельно потому что это территория хотя и признанная украинской но она еще более принципиально для россии поэтому вот как бы вроде как россия пытается трактовать крым как свою территорию и насколько я понимаю насколько я вижу украина может и не смочь все свои территории освободить именно силовым путем военным я думаю что часть территории будет освобождена именно военным путем например там запорожская область в которой тоже россиян сейчас достаточно много и еще там территория предположим условного севера донецка часть территории будет освобождена все таки военно-дипломатическим путем путем переговоров потому что когда нам говорят что мы дойдем до москвы вот недавно был мозговой штурм международный в котором я принимал участие там были эксперты из грузии и из австрии из армении из ряда стран мира и мой грузинский коллега говорил о том что карфаген ну то есть москву надо разрушить а я на это парировал что скорее всего карфаген и в данном случае москва разрушит себя сама что произойдут некие события евро сферы события в россии саморазрушающиеся что украинская армия ей и трудно туда пройти без больших потерь и как бы это вы по логике исторических событий окажется и не нужно в результате поэтому освобождаем то что мы можем освободить что касается крыма видимо тут действительно будет не военное решение видимо военно-политически дипломатическая как война гибридная так и решение гибридные да но что касается карфагена и примера который вы привели по поводу этой конференции или мозгового штурма это все-таки такая теория не знаю уж насколько далекого но будущего в любом случае пока что в реальности сегодня захвачен кирс херсон мариуполь что еще вот сейчас северодонецк правда там спорная ситуация чек одна сторона говорит что она полностью и захватила украина говорит что еще не совсем полностью и так далее в общем много захваченных территорий уже после 24 февраля откуда такая уверенность что удастся не только и вернуться по состоянии к состоянию 23 февраля но и отвоевать все то что было взято или удерживается с 2014 года ну тут во первых эффект неожиданности но вот если допустим к вам эксперт придет в студию неожиданно начнет с вами драку то очевидно что даже если он будет не превосходить вас физически но какой-то эффект неожиданности он будет иметь так и несмотря на то что мы ожидали в общем то каких-то полномасштабных действий со стороны россии но тем не менее сам этот удар ну оказался не везде не на всех направлениях ожидаемых в начале этой войны россия за счет эффекта неожиданности имела определенное преимущество но сейчас по факту война уже давно идет с переменным успехом например из киевской области россияне отступили успеха там не имели под харьковом тоже россияне отступили в результате то есть по факту сейчас идет позиционная война которая более-менее выровнялась то есть российская федерация не имеет какого-то большого перевеса только собрав все силы вот на луганском направлении да там тяжело атакуют северодонецк имеют шансы его захватить но когда уже идет поставка вооружений до не всех вооружений которые мы ждем до это происходит медленнее чем мы хотим но тем не менее встреча формате рамштайна уже состоялась и вторая тем не менее мы получаем ряд вооружений наши бойцы в том числе ходят обучение и за границей и ожидается их возвращение например из польши то соответственно похоже на то что после периода выравнивания все-таки наступит период перевеса и успехов украинской армии сейчас мы проходим один из самых сложных периодов то чем мы говорили наверное еще месяца полтора назад что будут кровопролитные бои за донбасс но вот по факту они сейчас идут и если даже вот если крупную рыбу даже выловить допустим из реки то она некоторое время может довольно сильно бить хвосту вот сейчас да вот эти удары хвостом может быть даже на раненой рыбы происходят ну достаточно для нас болезненные по сообщениям президента украины владимира зеленского до 100 человек в день погибает представителей вооруженных сил украины также гибнут и мирные по некоторым данным даже больше мирных гибнет чем военных и соответственно вот да и да ситуация нелегкая но судя по динамике пройдет какое-то время может быть две недели может быть месяц может быть полтора и перевес должен все-таки уже переходить на сторону украины я хочу вернуться к нашему разговору в начале о возможных возможном использовании вооружений от американских партнеров которые расширят возможности украины при обстреле уже глубоких тылов противника но несколько мой вопрос несколько в другом плане заключается в последнее время приходит сообщение уже достаточно долгое время в течение месяца последнего об обстреле белгородской области россии ростовской области о нанесении там ракетных ударов по таким стратегически важным объектам в основном по нефтехранилищам и другим что при этом используется а вертолеты или ракетные установки российская сторона не официально но со ссылкой на некий на губернаторов то есть на местные власти утверждает что это со стороны украины происходят обстрелы украины никак не комментирует эту ситуацию она не под не подтверждает не опровергает скажите пожалуйста на ваш взгляд это все таки дело это такое вот умолчание не участия украины в этих инцидентах это такой стратегический ход украина просто не хочет раскрывать своих карт или это действительно не она ну знаете раз официально украину офис президента это не комментирует то наверное и мне не стоит тем более что объем информации которым обладаю я но никак не превышает объем информации вот которым обладает например президент украины зеленский я только скажу что версии на этот счет есть несколько есть например российские пропагандисты которые утверждают что до война уже идет и на территории и россии есть наоборот источники которые россии это опровергают и украина ну по крайней мере на официальном уровне этот обстрел на сегодня не подтверждает хотя я уже говорил что некое моральное право да моральное право понятно понимаете я понимаю что нет официальных заявлений как бы трудно комментировать но тем не менее но вы знаете у нас как бы израиль никогда не подтверждал официально ну кроме одного случая за последние годы что вот эти вот налеты на иранские базы в сирии которые приписывают мировое сообщество израилю или мировая пресса что это совершает израиль тем не менее это не мешает как бы израильским журналистам экспертам политологам обсуждать эту ситуацию вероятность этого невероятность плюсы минусы этой ситуации и так далее то же самое касается там недавнего убийства в тегеране известного полковника корпуса стражи исламской революции иран обвинил в этом израиль американские источники тоже считают что это израиль израиль естественно официально никак не комментирует эту ситуацию что опять-таки не мешает заинтересованным лицам обсуждать эту проблему мой вопрос заключался в следующем на самом деле я понимаю что вы не можете сказать относительно украина сделала или не украина вопрос другом что если допустим это сделала украина в чем ее плюсы или минусы в том что она это скрывает не декларирует что вот мы и такое можем очевидно на сегодняшний день если мы официально заявляем об обстреле российских территорий то мы наталкиваемся на некие доктрины безопасности российской федерации которые предусматривают что случае угрозы российским территориям могут применяться все виды вооружений может быть официально объявлена война поскольку официального объявления войны на сегодняшний день никто к этому не стремится она влечет за собой разрыв всех скажем контрактов официальных в том числе и международных которые например подписаны между россией и израилем между россией и европейским союзом то соответственно вот такого рода заявление независимо от того там пошла украина на такие шаги не пошла пока не принято решение обсуждать это публичные делать заявления кроме каких-то намеков и я понял как бы ваши сообщения о том что у вас в израиле это комментирует более открыто подобные там какие-то моменты дело в том что израиль в войне находится десятилетиями мы тут полномасштабном этом сражении мы находимся около 100 дней и поэтому я будучи политическим экспертом украинским я как минимум и никаким образом не хочу своему государству навредить и вот эту границу где вот подтвердив ли опровергнуть такие заявления я могу навредить я пока не на сто процентов понимаю поэтому не имея официальных сообщений ну честно говоря да я тут комментирую осторожно может быть я не прав я перед зрителями за это извиняюсь мы уже имеем что имеем еще один вопрос я его задавал некоторым вашим коллегам в украине заключается он следующим в последнее время посылки у меня лично создалось такое впечатление я слежу за украинской прессой смотрю телеканалы насколько мне позволяет украинский язык его знание точнее не знание извините есть телеканал дом на русском языке я знаю но я не буду комментировать да дело не в этом иногда я смотрю и дом тоже безусловно да читаю какую-то другую прессу и я вижу что особенно в последнее время украинская сторона именно сторона не просто там отдельные политики а украинская сторона очень жестко если можно так сказать критикует и запад и европейских своих партнеров о том что недостаточно по мнению украины ее поддерживают что идет задержка с поставками вооружения не то вооружение ставится что какие-то по мнению украины бюрократические препоны не позволяют все делать быстрее потому что для каждый день это для украины это жизненно важный жизненно важная каждая минута каждый час жизненно важны и возникает в а в европе судя потому что я читаю я вижу некий такой тоже диссонанс что возникает там ощущение что ну что же вы мы вам стараемся помогать я так естественно интерпретирует на простом таком уровне а вы вот нас критикуете а у нас есть особенности мы не можем просто вот подписать приказ и завтра все это у вас у нас есть демократии у нас есть парламент и есть комиссии есть оппозиция и так далее и тому подобное да вот к чему мой вопрос на ваш взгляд вот такая жесткая критика со стороны официального киева она помогает или вредит ну вы знаете это сложный вопрос но отвечу уже на него достаточно откровенно что я думаю что иногда таки вредит потому что к если мы например говорили о визите в украину штанмайра мы прекрасно понимаем кто такой штанмайер то есть что например была формула медведчука штанмайра что он долгое время был по сути пророссийским лоббистом что он там занимал антиукраинскую позицию но все-таки взять ему запретить визит в украину ну давайте поговорите с ним объясните в чем он был неправ но давайте ему там публичную оплюху при том что германия в целом украине помогает достаточно значительно и гаубицы поставляет и многое другое но мне кажется что можно было от этого воздержаться поэтому когда мы получаем помощь что я думаю что не всегда жесткая риторика уместно но если смотреть с другой стороны то украина же действительно защищает как минимум часть евросоюза своей борьбой героической поскольку если бы россия быстро победила в украине то вполне вероятно что боевые действия были бы перенесены куда-то уже в польшу в литву в латвию и с этой точки зрения я когда по сути вот именно украина пошла на этот фронт остальные страны там европейские отсиживаются в тылу то вполне вероятно что можно было бы и побыстрее эти все поставки проводить и с санкциями тоже как-то решать побыстрее потому что мы тоже с коллегами вот проводили исследования что не так уже и критически российская федерация представлена на мировом рынке даже нефти и газа не говоря уже о чем-то другом и наверное учитывая количество смертей в украине количество смертей даже там и детей цивильного населения но можно было бы некие эти бюрократические процедуры отбросить и действовать побыстрее я с вами кажется в марте или даже в конце февраля то же самое говорил эмоциональнее вот когда это все начиналось принципе кому-то из наших зрителей интересно в архиве это наверное есть да я в принципе уже уже говорил поэтому тут вот тонкая грация одной стороны мы должны быть благодарны за любую помощь но с другой стороны да мы ожидаем помощи более оперативную более эффективно и более действия но будем надеяться что так и произойдет николай большое спасибо за это интервью за ваши комментарии всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был эксперт из киева николай спиридонов до свидания